Друзья, всем салют! Меня зовут Олег Лукитин и вы смотрите Техно Кухню и канал No Limits On. Сегодня у нас первый, наш серьезный гость. Его зовут Александр Чузов, он бизнес-тренер, руководитель компании Lime, автоматизация бизнеса. Сашка, привет! Привет! Мы сегодня с Сашей разговариваем о том, как перевести вообще в целом бизнес на удаленную работу. Саш, давай, поехали! Так, Саш, первый вопрос. Сейчас у нас понятная ситуация с коронавирусом. И самое главное, наверное, для большинства компаний, как вообще перевести сотрудников на удаленную работу, если раньше этого вообще не делали или делали в небольших каких-то объемах, и как это в целом организовывается. Чтобы начать компанию переходить на удаленную работу, для начала стоит вообще поработать с бизнес-процессами. Потому что процессы, которые работают в офисе, они не будут работать в удаленном режиме. Надо взять все, что есть, регламенты, инструкции, пересмотреть их. Обычно доработать бизнес-процессы не занимает какое-то долгое время, сложнее их внедрять, чем изменять. Чтобы доработать бизнес-процессы, вообще есть всего три типа описания довольно просто. Это в текстовом формате, то есть как просто бизнес-логика обычно записывается. Надо сделать то-то, передать еще кому-то. В табличном виде, когда мы говорим о каких-то бизнес-процессах с этапами, эти этапы удобнее расписывать в табличном виде. То есть просто указывается, какой этап сейчас и что на нем какой сотрудник делает. То есть указывается название, например, чтобы было понятно, что это за этап. Строка с сотрудником, то есть это какой-то ответственный менеджер из операционного отдела, или это продажник, или какой-то еще другой отдел. И далее просто расписывается также в текстовом виде фактически в этой колонке, что требуется сделать. И третий тип описания бизнес-процессов – это уже визуальный. То есть это рисуются схемы. Есть множество методик описания бизнес-процессов, нотации. Но проще в это не вдаваться, потому что нам же надо быстро просто сделать. Мы рисуем обычный блок-схему, как в школе или где угодно. Просто обычные квадратики, от кого к кому идет процесс, какие документы передаются, какие идут взаимодействия внутри организации. То есть это вообще самый базис, с которого стоит начать. Это доработка регламентов, доработка тех процессов, которые уже есть в компании. Ну то есть, грубо говоря, люди должны понимать, что им вообще в целом делать, кто за что ответственный, то есть некую иерархию такую выстроить. Да, в целом люди в принципе в бизнесе должны знать, что им надо делать. Это, кстати, большая проблема, что компании, они работают по 10, 15, 20 лет и более, и у них нет описанных бизнес-процессов. То есть не знают, что за это отвечает Люда, за это Алла, за это Михаил, Сергей и так далее. Но у них в целом это нигде не описано. И когда нанимают сотрудников на работу, они тоже многие не понимают, что им надо делать. Есть трудовой договор, в нем в принципе описаны какие-то обязанности. Естественно, это никогда не соблюдается. И то есть тут вопрос, что да, в принципе в компании уже должны быть бизнес-процессы. Тут их именно необходимо подкорректировать. Но если их нет, то стоит сесть, задуматься уже и описать их под удаленную работу. Я вот представляю, что моя компания переходит на удаленку, и я не понимаю, как я могу контролировать своих сотрудников, чтобы они дома не чай пили и не играли в PlayStation, а просто нормально выполняли свою работу. Как вообще контроль осуществляется? Потому что в офисе это проще сделать. Ты просто пришел, увидел, что человек не работает, а-та-та, и дальше пошел. А здесь-то как? Ну не поставишь эту веб-камеру, у него дома правильно? Но вообще в целом в том, что сотрудник будет играть в PlayStation или пить чай, ничего плохого нет, потому что в принципе и в офисе то же самое происходит. Все сидят на кухне, пьют кофе по сто раз. Это в принципе распространенное явление. Если ничего не предпринимать, то эффективность, естественно, у сотрудников упадет. То есть прямо, конечно, как ты и сказал, мы не можем поставить камеру и смотреть, да оно в принципе и не надо. То есть первое, надо смотреть вообще, какие сотрудники в компании есть. То есть есть те, кто уже давно работают, они в принципе такие могут быть и идейные вдохновители компании, и те, кто вот прям уже вжился в компанию, всеми прям корнями в ней сидит. Их эффективность, скорее всего, не будет сильно падать. Она в любом случае упадет, но много кейсов, когда эффективность на самом деле вырастает на домашней работе. Есть люди, которые в принципе на работе ничего не делают и срывают крайние сроки. Это проблемные сотрудники. Они, естественно, и дома будут срывать сроки и, скорее всего, еще сильнее. Есть новички. Новички – это не такая проблема, но они просто еще не набрались опыта. И вот этот вот этап прохождения нового сотрудника, когда он набирается опыта от тех, кто уже работает в компании, это проблема, потому что по удаленке это делать фактически сложно. Можно, но очень сложно. Делать какие-то, вводить отчеты, чтобы люди постоянно занимались какой-то бюрократией, как раз не стоит. Потому что надо понимать, что дома, скорее всего, человек захочет поиграть в приставку, посмотреть сериал, почитать книгу, выпить кофе, обзвонить пару клиентов в этот момент. В принципе, почему нет? Если мы еще добавим отчеты, надо понимать, что и так рабочий день уже сильно разбит. Скорее всего, сотрудники вряд ли самоорганизовались и начали с восьми сидеть, предположим, и работать. Вводить отчеты, на которые они еще будут тратить время, это не сработает. Они начнут заниматься имитацией бурной деятельности, когда ты вроде понаписал, что ты такой молодец, но по факту ничего не сделал. Тут имеет смысл ввести видеопланерки. То есть такие видеоконференции, когда созваниваешься с каким-то определенным отделом или с руководителями. Руководители уже дальше со своими отделами. Либо общая какая-то планерка раз в неделю. В принципе, можно два раза в начале недели, чтобы обсудить план. Не в пятницу, чтобы подвести какие-то итоги, посмотреть, кто что сделал. Во-первых, у нас создается эффект присутствия. То есть видно, что люди работают, они на связи. Люди могут поделиться идеями. То есть это получается живое общение. Оно самое лучшее в плане отчетности. Слушай, ну интересная тема насчет видеоконференции, потому что действительно отчет написать, мне кажется, проще. И сымитировать бурную деятельность. А глаза в глаза, даже если это при видеосвязи, это совершенно другая история. Хочу у тебя еще спросить про мотивацию. Ну то есть мы все прекрасно понимаем, что сидя дома на диване с ноутбуком или даже лежа дома на диване с ноутбуком, сложно себя мотивировать, сделать определенный пул задач. Как с этим справляться, если твоя компания, тем более раньше, привыкла работать только в офисном пространстве, и диван не располагает к hard work. Я тебя понял. Ну давай разобьем на две части, потому что это большой такой вопрос. Первый это, как давай разберемся мотивировать сотрудников, так хотя бы отчасти. Это сложный вопрос, на самом деле, тут надо подстраиваться под конкретную сферу, под конкретных сотрудников. И то, как людям дома работать, себя держать в руках. Значит, как мотивировать сотрудников? Ну самое первое, необходимо соблюдать договоренности. То есть надо понимать, что специалисты сейчас понимают, куда движется рынок труда. Во-первых, уменьшилось количество резюме, люди боятся менять работу. Во-вторых, количество вакансий тоже падает. Многие компании либо на паузе, либо кто-то совсем закрывается, идет оптимизация кадрового персонала. И люди это понимают прекрасно. То есть они не будут просить там какие-то большие зарплаты, они не будут пытаться куда-то убежать, а те, кто уже, как я делил по типам, укоренился в компании, они спокойно могут потерпеть. То есть есть минимальный какой-то клад, который они могут получать. Естественно, что там бонусы, премии сейчас, не все сферы могут себе позволить. Опять же, многие работают, особенно если мы будем касаться регионов. И мотивировать можно, во-первых, путем соблюдения всех этих договоренностей. Во-вторых, сотрудники сами сейчас, многие заинтересованы в том, чтобы продолжать работу, потому что есть потенциал кадрового роста. Надо понимать, что если сейчас уволено много менеджеров, или какой-нибудь руководитель, который был не совсем укоренившийся в компании, то этот руководитель может уйти. Тот сотрудник, который будет эффективен, уже давно работает в компании, и самое главное, чтобы у него, естественно, были какие-то способности к руководству, он может стать руководителем. То есть тут вопрос, что самая мотивация? Какие цели у человека? В-третьих, это не обещать всякие золотые горы. То есть надо понимать, что сейчас мы платить не можем, например, в мае сидим дома. Естественно, что какие-то бонусы, премии, когда все выйдут на работу, обещать не стоит. Неизвестно, что будет. Может быть, продлят этот карантин, потому что, опять же, не могут сказать точно, что происходит. То апрель, то май, то есть непонятно совсем. То есть, опять же, надо посмотреть, какой персонал реально просто имитирует какую-то бурную деятельность, по факту ничего не делает. Если это новички, надо понимать, что дорого стоит обучение. То есть пока, по факту, у тебя сотрудник входит в компанию, ты платишь ему зарплату, но при этом не получаешь какой-либо отдачи. То есть месяц-два новый сотрудник вполне, там может даже три, в зависимости от сложности продукта, может входить в понимание того, что от него требуется. Если мы говорим о компаниях, продающих технологически сложные продукты, какие-нибудь программные обеспечения или какие-то консультационные, тоже такие прям специализированные услуги, то, естественно, менеджер по продажам, например, приходящий на эту должность, помимо тех знаний, которые у него есть в продажах, должен еще знать сам продукт. Выучить какой-то технологически сложный продукт быстро не получится. Если вы собираетесь увольнять персонал, увольняйте его пачкой. Потому что, когда мы начинаем выцеплять по одному сотруднику, остальные начинают ждать, что будет происходить. Идет сокращение, это видно, все нервничают. Надо брать сразу же список, посмотреть, и увольнять пачкой. Тогда другие сотрудники поймут, что все, мотивация как раз не упадет. Потому что, во-первых, исчезает страх в плане множества непонятно. Когда уволили одного человека, ты сидишь и думаешь, блин, уволят меня, не уволят, что происходит вообще? Когда увольняешь пачкой, как раз этот эффект убирается. И сотрудники, которые остаются, понимают, что для них есть какое-то определенное доверие уже сформированное. Такое массовое сокращение показывает, что в дальнейшем возможен рост какой-то карьерный. Потому что откуда-то надо кадры брать. Так, давай представим, что вот я работал в офисе, сидел, ну, условно, там, с 10 до 6, просто за компом, там, в своей вот этой небольшой офисной ячейке. Ходил, пил кофе, общался со своими коллегами. А потом вот раз, и мне резко надо перейти на работу на дому. И я вообще не понимаю, как себя собрать, как вообще не отвлекаться на домашних, потому что большинство с семьями сидят сейчас на самоизоляции. То есть, как непосредственно перестроиться на эту работу на дому? Ну, тут вопрос договоренностей. То есть, надо понимать, что у тебя интересное представление об офисных ячейках. Я никогда в офисе не работал. Но люди, конечно, сидят не в ячейках, если мы говорим не о колл-центре, где там стол, за столом стоит. Как перестроиться? Во-первых, это, да, вопрос договоренности с семьей. То есть, во-первых, должен быть график. Если ты работаешь, ну, привык, например, к работе с 10 до 6, сделайся с 10 до 6. Вообще, человек, по сути, работает не весь день. То есть, максимальный фокус 4-5 часов рабочих. Если правильно распределить время и не заниматься какими-то сторонними, там, выпиванием кофе и так далее, то, в принципе, этого времени более чем достаточно, чтобы выполнить все задачи. Вот, особенно если не спланированы. Договориться именно, что вот, например, с 12 до 4 я работаю. Второе, надо выделить себе какой-то уголок. То есть, многие работают на кухне. Это, в принципе, это очень распространенная практика. То есть, в принципе, кухня, если есть гостиная, отводят какой-то уголок. Я работаю, в принципе, например, на диване. То есть, ну, у меня уже диван деформировался за эти полтора месяца. Но, собственно говоря, что нужно? Ноутбук, если, например, я провожу какие-то видеоконференции, то есть, у нас часто обучение идет сотрудников наших клиентов по поводу построения бизнес-процессов. Вот, поэтому главное найти какое-то рабочее место определенное, к которому ты привыкаешь. И после этого надо обязательно одеваться в какую-то рабочую одежду. То есть, если ты будешь сидеть дома и работать в трусах, то, скорее всего, у тебя даже психологически не будет получаться сосредоточиться на каких-то рабочих делах. Например, нельзя работать в спальне ни в коем случае, потому что тогда у тебя и сон будет не такой. То есть, мозг запоминает, что это твое рабочее какое-то пространство и потом не воспринимает это как место для отдыха. Так же и с одеждой. Вот, потом должен быть обязательно четкий план действий. То есть, без плана оно и не получится. То есть, тебе надо знать, что ты делаешь. Многие пытаются хвататься за все задачи подряд. Оно никогда не будет работать, это не будет эффективно. Поэтому обязательно составляйте план на неделю. Ну, еще можно, кстати, выделить момент очень важный, которым даже я порой забываю, поэтому его как-то отдельно и вывел. Это поощрение себя за проделанную работу. То есть, надо сказать, например, у меня план выполнить вот эти задачи. Предположим, есть, опять же, разделение. Ты наверняка будешь выкладывать ролик на важные, срочные, важные, несрочные и так далее. То есть, надо посмотреть, выполнить те основные, которые прям уже горящие задачи. Все выполнил, остальные. Самые сложные надо делать сначала. То есть, всегда то, что ты не хочешь делать, оставлять на послеобеденное время. Это большая беда. Я звоню, например, до обеда. Хотя я знаю, что люди более злые с утра. Это факт. То есть, все более такие добродушные после обеда. Лучшее время для проведения встреч. Но, опять же, если ты хочешь, чтобы люди воспринимали информацию хорошо, то лучше проводить это в утреннее время, когда мозг еще более свежий. Согласен. Примерно разобрались с первой половиной. Давайте теперь перейдем непосредственно к инструментам. То есть, какими программами, софтами мы можем пользоваться, для эффективной работы всех сотрудников на удаленке? Ну, смотри, софта на самом деле на рынке полно. Сотни различных программ. Их все тестировать, времени не хватит. Поэтому надо посмотреть основные и самые популярные. То есть, начнем с коммуникаций. У нас, во-первых, есть Slack, который стоит за каждого сотрудника, там, в районе 1200 в месяц. Skype. Skype сейчас Microsoft Teams перешел. Там тоже, если мы говорим о нормальном широком функционале, около 1200 рублей в месяц за сотрудника. Опять же, есть бесплатный софт, но просто на него не ориентируемся, он не предоставляет никаких гарантий. И рекомендовать я его точно не стану, потому что не работаю с ним. Потом различные хранения файлов. Если мы говорим о работе с совместными документами, можно использовать Google Docs. Можно использовать, там, у Microsoft есть определенный, там, OneDrive, например, в котором можно обмениваться файлами. Да, и, в принципе, Яндекс.Диск. Для работы с файлами полно инструментов. Вот, потом, если мы говорим о работе с задачами, у нас есть Trello. Оно, в принципе, хорошо подходит. Это Kanban-доска. Todoist. Очень классное приложение для... Ну, я его использую в основном в личных целях. Очень удобно работать с задачами, с постановкой. В общем, все эти инструменты, их много, на самом деле. Их можно перечислять бесконечно. Вопрос в том, что они стоят, там, предположим, в среднем, тысячу рублей за сотрудника. То есть, если мы начнем оценивать, сколько нам придется тратить на все эти инструменты, будет дорого. Поэтому есть системы, которые объединяют это все вместе, и они уже будут стоить намного дешевле. Но мы, опять же, говорим не для личной эффективности, а больше для именно компаний, как выстроить работу между отделами. Вот. У нас, в принципе, есть комплексные системы. Их называют CRM. Это работа с клиентами. На самом деле, если углубляться, то эти системы намного шире. То есть, например, можно рассмотреть популярные CRM-системы. Это первую тройку, которую я бы выделил. Это BITREX24, AMA CRM и MEGAPLAN. Все они, в принципе, и объединены с 1С. То есть 1С имеет, во-первых, долю в этих компаниях. И надо понимать, что это качественные продукты. И на второй такой линейке уже подороже я бы выделил CREATIO. Это бывшая BPM Online. Наша русская компания TerraSoft. Это SAP, Salesforce и Microsoft Dynamics 365. Но это уже такие довольно крупные инструменты. Они стоят большого количества ресурсов в плане внедрения. То есть не только денег, но и времени. Ну и обучение, естественно, сотрудников. Это тоже такой довольно масштабный кусок внедрения. Вообще персонально я работаю с BITREX24. Для своей компании, для клиентов мы его рекомендуем уже с 2013 года. То есть он за 7 лет себя очень мощно показал. То есть надо понимать, что у нас в ежедневности есть определенные программы, на которые мы также подписаны. Это Adobe, это Photoshop, Illustrator и так далее. JetBrains, Яндекс Плюс, Oka. Какой-нибудь там подобные сервисы. И они занимают много тысяч рублей. То есть мы можем не замечать по копейке, но они в итоге много денег забирают. По аналогии с этим и в компании. Если мы начнем всех сотрудников подписывать на различные инструменты, во-первых, это будет финансово необоснованно. Потому что это выйдет дорого. И эти инструменты между собой никак не связаны. То есть мы ставим задачи в одном интерфейсе, потом идем на другой сайт, там, например, общаемся или запускаем. Там тот же Skype, Slack, ну или самое распространенное WhatsApp. WhatsApp вообще на телефоне. То есть есть бесплатные инструменты. Хороший пример WhatsApp. Но его никто не может отслеживать в компании. Когда менеджеры начинают общаться через мессенджеры или через SMS-сообщения, руководитель не может видеть полную картину мира. То есть где, что, кто отправил, кому это не видно. Поэтому стоит использовать какие-то профессиональные системы для общения с клиентами. Ну смотри, WhatsApp – это очень распространенно. Viber, WhatsApp. Да даже ICQ кто-то и по сей день пользуется. То есть надо понимать, что разные есть инструменты. И тут вопрос обучения. То есть, например, мы говорим о каких-нибудь компаниях, подположим, строительных, где есть монтажники, строители, какие-то люди, которые что-то руками делают. Представляешь, их обучить CRM-системе. То есть они привыкли, они приехали на объект, что-то сделали, сфотографировали, отправили в WhatsApp, платить отчет. С точки зрения удобства работы сотрудников – супер. С точки зрения того, как оценить эффективность сотрудников для руководства – это ад. То есть статистику должен тогда какой-то прямо отдельный сотрудник собирать. Я сертифицирован по многим системам. Наша компания занимается, ну раньше занималась внедрением разных систем. Сейчас мы сфокусировались, например, на Bittrex. Про него лучше расскажу, потому что это комплексный инструмент. И надо понимать, что когда мы говорим о разных, чатах, чаты, еще что-то мы платим, предположим, 3-4 тысячи за сотрудника в месяц. Это мы говорим о разных инструментах. То, например, тот же Bittrex, даже на максимальном облачном функционале, будет стоить 12 тысяч в месяц. Причем не за одного сотрудника, а сразу за неограниченное количество. Вообще любое количество? Любое количество. То есть есть разные, например, тарифы. Есть тариф предыдущий, он стоит 6 тысяч. То есть мы, если говорим о компаниях до 50 сотрудников, пожалуйста, 6 тысяч в месяц, и у тебя 50 сотрудников работают фактически со всеми инструментами, которые я уже перечислял. Плюс те инструменты, которые еще даже не были перечислены. То есть единая какая-то платформа, она выходит намного дешевле. Даже если мы будем рассматривать более дорогие системы, которые я перечислял, все равно они будут выходить дешевле. И в плане эффективности, самое главное, это ресурс времени, который не восполним, они намного лучше. То есть надо понимать, что, например, в битриксе мы можем выделить 10 инструментов, которые сейчас помогут при переходе на удаленную работу, но при этом при возвращении обратно из удаленной работы уже в оффлайн режим, который не знаю, когда нам предстоит, но он явно будет, и нам надо это все оптимизировать, битрикс прекрасно подойдет. То есть первое, самое основное вообще в компании, это отладить коммуникации внутренней, не с клиентом. Потому что все процессы, которые у нас происходят вообще, есть базовые какие-то вещи. То есть я за процесс считаю, что все, что мы делаем, есть процесс. То есть кофе сварить, суп, неважно, отправить документ кому-то из клиентов, все есть какие-то определенные выполнения шагов. То есть все эти процессы, это по сути коммуникации между кем-то и кем-то. То есть работа же не делается для самого себя. То есть ты в любом случае с кем-то коммуницируешь. То есть самое главное теперь нам выстроить эти коммуникации, особенно при удаленной работе, чтобы у нас менеджер одного отдела мог спокойно там отправить что-то, например, в бухгалтерию или передать менеджеру, отвечающему за операционку, чтобы тот поставил задачи уже определенным сотрудникам. Карантин, да, он мешает, нормальная оффлайн работа, то есть мы можем перейти, воспользоваться удаленными инструментами. И они нужны не только для удаленной работы, но и также для работы в офисе. Как пример, сейчас же идут сокращения, там сокращения по аренде, сокращения по сотрудникам. Когда у нас меньше сотрудников, а объемы, например, плюс-минус те же, нам же надо как-то закрыть эту дыру. То есть нам автоматизация как раз позволит, например, сбросить рутинные какие-то операции, бюрократию всю повесить на систему. Пусть она сама документы заполняет, печатает, отправляет к кому-то там клиентам или внутри компании. Задачи распределяет. Bittrex в этом плане имеет 10 классных инструментов. То есть это первая коммуникация, когда мы можем общаться внутри организации, там по отделам или по сотрудникам. Это видеоконференция, когда мы можем, там 12 сотрудников, может спокойно пообщаться между собой. В принципе, больше не надо. Руководители с руководителями, какие-то отдельные руководители отделов со своими уже сотрудниками, отделами и так далее. Потом это у нас идет задача. Когда у нас отлажена коммуникация внутри компании, когда все работают вне офиса, это очень актуально. Нам же надо теперь задачи какие-то поставить. То есть Bittrex, например, тот же позволяет задачи распределять от ответственного каким-то исполнителям, соисполнителям, наблюдателям. Там это все очень подробно есть в разных удобных видах для разных сфер. Сферы, кто смотрит твой выпуск, тоже понимает, что там есть канбан, список, кто-то ган там пользуется и так далее. Когда у нас внутренние процессы хотя бы чуть-чуть отлажены, мы можем переходить к CRM. Это работа уже с клиентами непосредственно. То в CRM-системе мы храним наших клиентов, компаний, контакты. Это ЛПР, ЛВР и другие сотрудники, которые нам нужны. Там есть вся история. Это аудиозвонки, это почта. Можно подключать там в контакт-центр есть различные соцсети, Facebook, контакт, мессенджеры, там Viber, Telegram, WhatsApp и так далее. Теперь, когда у тебя сотрудники будут писать, например, WhatsApp, это будет попадать в карточку клиента, и мы тоже сможем это отслеживать. Это определенная отчетность. Мы видим нагрузку коммуникационную, мы видим нагрузку, вообще эффективность работы менеджера. И тут, кстати, тоже позволит экономить. Например, у нас есть отчет, нам звонит клиент сто раз в неделю, но у нас у него средний чек очень низкий. Есть клиент, который пишет, например, один-два раза в неделю, но при этом приносит компанию много денег. Мы можем перераспределять, во-первых, этих клиентов между менеджерами и так далее. То есть все равно оптимизировать. Сейчас оптимизация, это очень важно для компании. В общем, вот эти все отчеты, они позволяют экономить компаниям. Это сейчас важно, потому что все-таки все пытаются ужаться как-то, и нам надо эффективность поднять и расходы снизить. Это позволяет все делать. Потом инструмент, это диск, работа с файлами общими, как Google Документы, OneDrive, но это у тебя уже есть в системе, то есть тебе не надо в разных каких-то системах находиться, ты можешь в этой же системе там к письму или еще куда-нибудь приложить этот файл, он уже есть на диске. Это календарь, привычный всем, то есть календарь это удобно, можно посмотреть с любого устройства, то есть у него тот же Дитрикс, у него есть мобильное приложение, ты можешь там, любой сотрудник может с мобильного, с планшета, с ноутбука, с компьютера, откуда угодно зайти и работать. Даже когда мы выйдем, например, с карантина, это будет оффлайн, многие менеджеры ездят по встречам, еще что-то делать, они могут с телефона работать. То есть такая система содержит все те же самые инструменты, перечисленные, но в телефоне. Супер, то есть едешь за рулем, там на светофоре осталось, можешь посмотреть, приехал к клиенту, посмотрел информацию о нем, о чем уже общались быстренько там и так далее. Есть, естественно, автоматизация, то есть это полноценный инструмент, даже можно не описывать, но он позволяет любые вообще процессы в компании сделать автоматически. То есть система будет делать большинство работы за менеджеров, за руководителей, собирать отчетность, отправлять клиентам что-то, даже рекламу можно запускать, например, ВКонтакте, Фейсбуке автоматически, находясь на какой-то этапе оборонки продаж. То есть у нас система на себя берет много, и это опять же помогает при оптимизации кадрового резерва в компании. Мы можем что-то перевесить на систему. Соответственно, нам не потребуется дополнительный менеджер или дополнительный сотрудник, который эти задачи обычно выполняет. Система может это выполнить. А те сотрудники, которые есть, например, менеджеры по продажам, им же интересно, они получают, помимо оклада, процентную часть обычно, они могут больше времени потратить на коммуникации с клиентами, а система будет это все записывать, собирать, что-то там, документы какие-то генерировать автоматически. То есть это даже текущим сотрудникам поможет. Ну и последний инструмент, который я бы выделил, десятый, это база знаний. То есть когда у тебя приходят новые сотрудники или текущие сотрудники хотят что-то где-то подсмотреть по регламентам, по инструкциям, это все и есть в системе. То есть уже не требуется каждый раз что-то обучать отдельно и так далее. Ты можешь видеоролики туда засунуть, инструкции письменные, какие-то скриншоты, еще что-то. Это все может храниться в системе, и приходящий сотрудник будет понимать, как работать с той же системой, как взаимодействовать с клиентами, какие правила в компании уже есть. Ну такой внутренний учебник или там правила игры, условия. Ну такая Википедия внутри компании. Все, это все есть. И в принципе вот этих 10 инструментов более чем достаточно, чтобы полноценно, во-первых, перевести компанию на удаленную работу и в обратном порядке, когда мы будем выходить из карантина, это оптимизировать все эти процессы. То есть что-то автоматизировать, что-то доработать, но у нас эффективность возрастает. Это важно, когда сотрудников меньше, но задач столько же. Тоже надо понимать, что может мы в офисе и выйдем, но ездить постоянно по встречам с клиентами, особенно после того, как все привыкли к онлайну. То есть мы видим, что люди активнее пользуются интернет-магазинами, онлайн-доставкой и вот этими всеми онлайн-сервисами. Все равно уровень доверия растет, и я даже надеюсь, что все будут переходить на это видеообщение. Конечно, я сторонник живого общения. Я не очень люблю телефоны, не очень люблю вот этот весь супер-мега-онлайн, но надо понимать, что это прямо дикая экономия ресурсов, ресурсов времени. То есть, когда, если мы говорим о Москве, и надо доехать до клиента, это занимает там несколько часов порой. Поэтому видеоформат встреч, я думаю, он в дальнейшем будет работать вот именно благодаря такому сейчас карантинному влиянию. Битрикс, естественно, нам не платит за какую-либо рекламу. А жаль. А жаль, да, в принципе. Нет, я вообще являюсь бизнес-тренером, то есть, я помогаю выстраивать бизнес-процессы, помогаю с их аудитом. То есть, мы приходим в компанию, проводим какой-то аудит, смотрим, какие процессы есть. Сначала линейно, то есть, например, у нас здесь есть вот отдел продаж, они что-то делают, есть операционный отдел, есть там маркетологи, вот у нас руководители что-то делают. Здесь у нас монтажники, архитекторы, инженеры, еще кто-то. Мы просто собираем сначала линейную информацию, потом выстраиваем такой талмуд технического задания, что вообще надо делать, уже детально изучаем, общаемся с менеджерами, общаемся с руководителями, выстраиваем эти процессы. Потом мы их как-то автоматизируем. То есть, для автоматизации мы можем использовать разные программы. Почему я говорю про Bittrex? Потому что он удобный, он очень, у него классное сочетание цены-качества, и, в принципе, этот продукт нам самим уже 7 лет помогает. То есть, я могу его рекомендовать, потому что сам с ним работаю. В основном у нас как построено, что руководитель задействован во многих процессах. Они все к нему стекаются, и даже порой не из-за того, что бизнес-процесс неправильно построен, а по-другому просто может не получаться. То есть, когда мы говорим про руководителей каких-то топ-менеджеров, они в основном знают хорошо продукт или хорошо знают рынок. То есть, они обладают каким-то опытом определенным, какой-то аналитикой, которая может помочь другим сотрудникам. Надо понимать, что, например, отдел маркетинга не может взаимодействовать, не взаимодействовать с отделом продаж, потому что все равно не связано. Вроде маркетинг, вроде мы тут рекламу разместили, еще что-то, но нам же надо тоже понимать вопрос о какие-то продукте, о том, как менеджеры у нас будут это потом обрабатывать, куда это все, весь этот трафик рекламный гнать. То есть, кто к менеджерам, к ним в любом случае, даже там, например, обучение каких-то сотрудников, оно может быть выстроено в компании, но в любой момент может создаться какой-то форс-мажор. То есть, в любом случае, у руководителя задачи разноплановые. Здорово, хороший, хороший инструмент. Даже вот так человеку далекому, а так и масштабный бизнес-процесс звучит очень убедительно. Окей, давай мы с тобой тогда такой небольшой блиц-опрос проведем. Я хочу тебе позадавать простые, короткие вопросы и хочу от тебя также простые, короткие, чуть-чуть более развернутые ответы как раз по тематике сегодняшнего выпуска. Поехали. Что ты сам предпочитаешь? Офис, только офис или только онлайн? Мне нравится офис тем, что все-таки это какое-то место силы, где обмен опытом идет. Онлайн я тоже люблю, потому что онлайн все-таки позволяет экономить время немного. И я, например, предпочитаю, мне больше нравится жилое общение. Я люблю встречи, звонки, еще что-то, постоянно двигаться. Это здорово. Но и офис онлайн они должны быть. Компанию от скольких человек в штате ты бы рекомендовал перевести онлайн. Есть ли смысл, допустим, поставить битрикс на компанию из пяти человек? Я бы рекомендовал какие-то CRM-системы внедрять, даже компаниям только что открывающимся, где 2-3 сотрудника. Того же 50 сотрудников или бесконечно. Там есть тарифы для 6 сотрудников, для 2-х. Есть даже бесплатный тариф. То есть какие-то инструменты в ограниченном виде, но доступны. Но из тех, что я перечислил, фактически все. Тут надо понимать, что если компания только начинает работать, она может заложить прочный фундамент и внедрять уже продукт в какую-то структурированную, уже давно работающую компанию сложно. Менеджерам сложно воспринимать какие-то новые продукты. А если с самого начала сотрудники приходят и руководители понимают ценность этого продукта, то здорово. То есть мы можем начинать с той же бесплатной версии пользоваться. Давай просто с тобой чисто гипотетически предположим, что вот это все безобразие, которое сейчас происходит, оно продлится, ну, условно, до конца 2020 года. Ну, плюс-минус в разных формах это может произойти, но мы все прекрасно понимаем, что прямо завтра вакцины не будет и, скорее всего, ну, часть компании, она вынуждена остаться на удаленке. Как ты считаешь, вообще реально ли большинству компаний на рынке просуществовать в этом режиме хотя бы до конца 2020 года? Или у нас ждет просто тотальное закрытие малого и среднего бизнеса и переход людей в какие-то другие сферы? Ну, я, конечно, не финансовый аналитик, но я вижу, что происходит, в принципе, среди сфер наших клиентов и так далее. Мы видим, во-первых, смену нашей клиентуры по сферам. То есть это интернет-магазины они начали наращивать активно, там что-то дорабатывать, что-то заказывать, какие-то интеграции и так далее. Какие-то сферы, которые связаны исключительно с оффлайном, это будем говорить о каких-нибудь архитектурных компаниях, о небольших производствах, конечно, им сложно, потому что не все компании могут, в принципе, перейти на удаленку. Менеджеры могут продавать, а как ты будешь делать? То есть те компании, которые непосредственно зависят от выезда к клиенту или каких-то таких вот задач физических, им сложно перейти. Мы можем видеть, что бизнес, тот, кто захочется остаться на плаву, начнет что-то делать. Например, сейчас, за тот же апрель, многие, с кем я общался, айтишники сидят целыми днями в офисе и дорабатывают какие-то онлайн-продукты, на которые компания раньше не хотела выделять ресурсы или они это просто делали параллельно, очень медленно, сейчас это как раз активно. Менеджеры пьют чай и отдыхают дома, программисты, например, работают. То есть тут все равно, я думаю, будет какой-то сдвиг в сторону онлайна и, конечно, какие-то компании не смогут выдержать. Есть финансовая подушка, или там может хватить на пару месяцев, но ждать помощи, например, от государства, я, например, лично никогда не планирую, потому что, ну, они помогают, но надо рассчитывать на свои силы, потому что в любом случае той поддержки, которая тебе требуется, ты не получишь. Надо в любом случае перестроить процесс, посмотреть, может ты можешь какую-то свою экспертизу продавать. То есть, например, ты не можешь в данный момент делать свои услуги, предоставлять физически, но тебе никто не мешает консультировать, рассказывать, чтобы там какие-то компании, может быть, у себя это самостоятельно начали делать. То есть тут вопрос подвижности бизнеса, надо быть гибким, надо как-то все это оперативно делать. Твой прогноз на будущее в связи с этой всей ситуацией, много ли компаний постараются, даже если сейчас это не совсем реально, перейти по максимуму в онлайн? То есть, ну, потому что мы никогда не сможем быть уверены, что такая ситуация не повторится с, там, условно говоря, там, это будет не коронавирус, а там, плач-вирус, там, я дам, вирус, это пофиг. Ну, то есть любой другой вирус, он просто может так же всплыть из ниоткуда, и мы в любом случае не застрахованы от этого. Твой прогноз, какой, ну, может быть, приблизительный процент компании перейдет в тотальный онлайн? Ну, как, например, сейчас в тотальном онлайне, я думаю, сидят, там, те же Яндекс, я не думаю, что они сидят в офисах, они сидят все по домам. Конечно. Надо смотреть, как это в странах работает, например, Европа, Америка и так далее. Потому что, как у нас работает в стране, пока петух не клюнет, никто ничего не делает. Это всегда так было. И, конечно, мы уже видим рост. Например, за тот же конец марта, начало апреля, как только начали закрываться все на карантин, на 35% вырос спрос на продукты как раз онлайн, этих удаленных инструментов. То есть мы его на себя ощутили. Не сказать, что у нас нет падения выручки, конечно, оно есть, как и у других. Но мы видим, что другие сферы приходят, и люди активно внедряют эти инструменты и все больше хотят чего-то делать. Даже сферы, которым это может быть не совсем свойственно. То есть можно сказать, что в будущем, в 2030-40 году мы увидим, ну скажем, там 70 на 30 или даже 80 на 20 онлайн к оффлайн работе. Ну там, где это реально. Ну давай доживем до 40-го года, там посмотрим вообще, что будет происходить. Ну на этой позитивной ноте я тебя благодарю. Видео будет и на моем канале, и на Сашином канале. Я надеюсь, что данный выпуск был вам, друзья, полезен. Всего вам доброго, не болейте, самое главное. И давайте попробуем по-новому воспользоваться теми возможностями, которые у нас сейчас с вами появились. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok